Девушки отдыхают Как женились в Древнем Риме? У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Королянков. Здравствуйте, господа! Владимир Никишин – научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим», учебника истории Древнего мира и перевода фрагментов речей Цицерона «Христоматия по истории Рима». Антон Королянков – выпускник факультета архивного дела историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старшенаучный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг «Квинсерторий. Политическая биография» и «Сула» в соавторстве, а также более 40 публикаций по истории Древнего Рима. Субтитры создавал DimaTorzok Я вам предлагаю в качестве затравки или в качестве своего рода эпиграфа для нашей передачи рассмотреть конкретную житейскую ситуацию, историю, связанную с жизнью и судьбой Катона Младшего, марка порция Катона Утического, правнука Катона Старшего, которому по жизни не очень-то везло с женщинами. Начать с того, что когда он был помолвен с девушкой из хорошего семейства, помолвка была расторгнута после того, как отец несостоявшейся молодой супруги Катона предпочел другого жениха. Сам по себе это был скандал. Затем Катон все-таки женился спустя какое-то время на некой Атилии, с которой развелся из-за ее скандального поведения. В этом браке было двое детей. Потом он женился вторично на Марсе, которая ему родила троих детей. И вот здесь самое интересное. Катон был стоик, большой поклонник стоической философии. У Катона был друг, Квин Гортензия Гартал, выдающийся оратор и адвокат. И однажды он пришел к Катону и предложил ему выдать за него, за Гортензия, замуж дочь Катона. Все бы ничего, но порция была замужем за сенатором, известным республиканцем Марком Бибулом. То есть просьба сама по себе странная. Катон отказал, хотя теоретически он как отец имел право развести дочь с Бибулом, но этим правом не воспользовался по этическим соображениям. Тогда Гартал... ...поступил Катону, который был уступить ему собственную жену. Собирал Катон. Катон пошел посоветоваться со своим тестем, Марцем Филиппом, отцом жены. Судя по всему, Филипп тоже был философом, потому что он сказал Катону, поступай как знаешь. После этого Катон отдал жену Гортензию. Гортензий женится на Марце, она ему родила сына. Да, причем, что интересно, как Гортензий сам мотивировал свою странную просьбу, если верить Плутарху, который описывает всю эту историю, он сказал Катону так, Марция еще достаточно молода, чтобы рожать, а у Катона и так уже много детей. Кстати, Марция тогда еще была беременна. от Катона, наверное. В общем, как бы то ни было, состоялось бракосочетание, Гортензий умер через 6 лет, ему тогда уже было около 60, когда он женился, а Марция была вдвое моложе, приблизительно, где-то было около 30. И вот Гортензия умирает, Марция остается богатой наследницей, и чем дело заканчивается? Она возвращается к Катону. Уже началась гражданская война, и Марция мотивировала это дело так, что Катону кто-то должен помогать, поддерживать хозяйство и так далее. И что интереснее всего, Катон ее принимает. Хотя здесь соображение корысти, мне кажется, совершенно ни при чем, потому что Катон сам по себе был очень богатым человеком. Вот такая история, которая, как мне кажется, проливает свет на отношение к браку по крайней мере верхних эшелонных власти, скажем так, в Риме, среди элиты. Настоящая Санта-Барбара. Когда я читал о протоколе, назовем это так, брака в Риме, некоторые вещи меня поражали. Начиная с чистой педофилии, когда девочку могли выдать замуж в 12 лет. Извините, это рановато как-то получается. Ну, это обычно для традиционных обществ. Ну, да. Но при всем, при том, протокол был достаточно четкий. Помолвка, железное кольцо, согласие отца, после помолвки должны жениться максимум через два года. Ну, и так далее. Вот я думаю, что процедуру саму по себе рассказать очень интересно. Давайте, прежде чем о процедуре, перейти, как бы сказать, по ту сторону фокуса. История с Марцией и Катоном, конечно, остается достаточно загадочной, но все же стоит напомнить, что у спартанцев Плутарх описывает обычаи. Мы не знаем, насколько, конечно, он часто применялся, но Плутарх писал уже через много столетий, когда спартанские порядки уже стали чем-то музейным, но, наверное, он не придумал эти факты, что теоретически у спартанца бывало, что если муж уже старый, и жена от него зачать не могла, будучи молода, то он ее, так сказать, напрокат отдавал молодым людям, чтобы она от них зачала. Возможно, это были единичные случаи, но сам факт того, что подобное было возможно, он говорит о том, что у римлян этот, если не обычай, даже единичный случай, как бы не с потолка был взят. Возможно, Катона открыто подражал спартанцам, то есть сознательно. Ну вот, но... Но у них и другое обычай было. Ну, заметно, да. Бесхозных вдов попусту не бросали. Ну, это, я думаю, нигде не бросают. Ну вот, а что касается спартанцев, то ведь известно, что, скажем, если в Афинах Фукидит приписывает перекву слова «Лучшая женщина – это та, которой не говорят вообще ничего ни дурного, ни хорошего», то в Спарте, как известно, женщины пользовались большими правами, в том числе и собственности, и фактически участвовали в политике очень активно. Многие из-за этой в смутные времена, как мать и жена царей Агеса и Клеомена, плохо кончали, то же самое было и в Риме. Вот с этой странной историей уступки жены, во-первых, надо сказать, что это не типичный был очень случай, потому что Катон вообще имел репутацию большого чудака в Риме по целому ряду причин. Я думаю, у нас еще будет возможность все время об этом поговорить. А кроме того, здесь могла быть и интрига. Представьте себе, допустим, любовную связь. Но это мы только фантазировать можем. Любовную связь между Гортензием и Марцией. И, возможно, ребенок, которого Марция носила в очереве, не был ребенком Катона. И Катон, возможно, таким образом просто спасал лицо. Это может быть. Доказать мы тут ничего не можем. Ну да. Значит, другая ситуация, известная достаточно, когда Октавиан, будущий император, Октавиан Август, женится для него, это был третий и последний брак на Ливии, который он увел у живого мужа. Она уже была беременна, будущим друзом старшим, отцом императора Клавдии. И через три месяца после свадьбы она родила. И в Риме злые языки пустили такой стишок по-гречески. То есть, «Эутюхусик, а это именно по идее». «Везучие родят на третьем месяце». Понимаете, сколько тут было пищи для всяких досужих сплетен. Август Цезарь Октавиан, римский император с 27-го года до нашей эры, внучатый племянник Цезаря. Победа в 31-м году до нашей эры у мыса Акция над римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря. Август сосредоточил в своих руках высшую власть, сохранив, однако, традиционные республиканские учреждения. Эта форма правления получила название «Принципата». «Если к самой тематике уже непосредственно перейти свадеб, разводов и так далее, была традиция, был обычай, был установлен брачный возраст. 12 лет для девушки, 14 лет для юноши. Раньше 12 лет никакой супружеской жизни по закону и по обычаю быть не могло. могли договориться о супружестве родителей и до того, разумеется. И часто были такие случаи, ну, относительно, конечно, когда в политических соображениях родители договаривались о супружестве детей. То есть, скажем, одному там 3 года, другой 2, может быть, да. Ну, то есть, совсем маленькие дети, но договаривались, что вот по достижении брачного возраста, то есть, соответственно, 12 и 14 лет они вступят в брак, могло дело расстроиться. Никакого брака не получится. Такое тоже могло быть. Вот этот так называемый сговор, спонсалия, вот выражение спондесное, обещаешь ли, вот он носил устный характер, никаких контрактов не подписывалось, но поскольку слово было дано, оно весило многое. И разрыв помолвки означал кровную обиду. Вот вспомните ту же историю с Катоном, да. Он очень любил эту девицу, но родители разорвали помолвку и выдали эту девушку замуж за видного аристократа Сапиона Назику, с которым потом Катон, разумеется, у них была вражда смертельная до самого конца. Ну, да. Вот. Значит, сговор, спонсалия, собственно говоря, невеста, значит, когда договаривались, можно было, конечно же, устроить и пир, при этом, вот, невеста получала железное кольцо, никаких камней не было, золотые кольца вошли в обычай гораздо позже, вот, и, значит, носила... Золотила на безымянном пальце это кольцо, потому что считалось, что оттуда идёт нерв к сердцу. Вот. У древних были весьма оригинальные представления относительно анатомии. Ну, да. В марте свадеб не устраивали, потому что март был посвящён богу войны Марсу, а война не пристала супругам. Ну, ещё и в календы как-то не очень это приветствовалось. Нет, общие праздники, там много было запретов. А праздников-то было треть. Значит, поздняя республика, это у нас треть года праздники, во времена империи уже 300 дней, около 300 дней. Не каждый праздник был запрет. Ну, не каждый, конечно, да, разумеется, нет. Ну, вот, скажем, календы, то есть первый день месяца, затем ноны и иды, то есть, соответственно, 7-й, 5-й или там 13-й, 15-й дней месяца совершенно выпадали из этого ряда. То есть свадьбы никак нельзя было играть в это время, потому что в разные времена на эти дни падали какие-то страшные поражения римского войска, и дни считались... Нехорошими. Нехорошими, да, неудачными. Строго говоря, если взять нашу нынешнюю практику, то, собственно говоря, у нас безо всяких запретов, естественно, обычно браки заключаются с пятницы по воскресенье, потому что свободное время есть. Ну, безо всяких религиозных запретов, просто в силу технической возможности. Да, ну и, соответственно, в мае, в первой половине июня свадебные играли по самым разным суеверным религиозным соображениям. Вот. То есть был целый ряд религиозных запретов. Короче говоря, что оставалась? Зима, вторая половина июня, ну и дни вот между, так сказать, межсезониями. Ну да, проскочить, что называется. А свадьба, как это водится, продолжалось не один день. Да. Это само собой. Но прежде, чем говорить о свадьбе, нужно сказать об институте брака. Вот. Римляне женились для того, чтобы иметь детей, прежде всего. Отношение к женщине такое было, я бы сказал, современным языком потребительское в каком-то смысле. Особенно в эпоху Архайки. Женщина, она же гражданских прав не имела, она только могла передать гражданство. Кстати, любопытный такой момент. Если римский гражданин имел сношение, которое браком никак не могли оформиться, с рабыней, с какой-нибудь иноземкой, то их дети прав гражданства не получали. А вот если римская гражданка заключала такой союз, повторяю, незаконный, от которого происходили дети с каким-нибудь там не обладавшим правами гражданства субъектом, то вот от неё дети получали право гражданства. Вот такой вот интересный нюанс. Но в остальном женщина, конечно, на протяжении долгого времени оставалась существом бесправным, в юридическом смысле точно. Во-первых, она находилась под властью отца. Патрия потестас. А власть отца в римском патриархальном традиционном семействе была всеобъемлющей. Право жизни и смерти. Юс Виат Акнецес. То есть, теоретически отец мог убить дочь, если она шла против его воли. Другое дело, что такое решение должно быть обосновано. И совет родственников, конечно, он никогда не дал бы свершиться какой-нибудь жуткой драме, необоснованному убийству, но тем не менее, само по себе это показательно. Значит, власть отца. Дальше. Опека. В любом случае считалось, что женщина, как существо неполноценное и в плане умственных способностей не может с собой распоряжаться должным образом и не может заключать сделок, тем более, там, завещание какие-то делал. Долгое время так считалось. Поэтому она в любом случае должна быть под опекой. Даже если отец умер. Назначали опекуна. И, наконец, третья зависимость – это зависимость от мужа. Потому что самый древний брак – это брак куману, марити. То есть, дословно, с рукой супруга, под рукой супруга. Женщина, выходя замуж, переходила во власть супруга. То есть, она просто меняла господина, доминус. Да, доминус, господин, хозяин. До этого она была под властью отца, затем она переходит под власть мужа. Потом ситуация поменялась, я сразу хочу сказать. Да, в позднюю республику, во времена империи, женщина вообще получает фактически полную свободу делать, что хочет. Но мы об этом отдельно поговорим. А вот со времен архаики, да, существовало три формы заключения брака, когда женщина поступала под власть супруга. То есть, она не являлась эмансипированной самостоятельной персоной суи юрис, как говорили римы. А вот после того, как она поступила под власть супруга, влияние отца сохранялось? Разве что ли? Или теперь супруг монопольно командовал? Моральное влияние сохранялось. Моральное сохранялось. Но, как бы, команды уже отдавал супруг. Безусловно. Да, вот, как бы, сговор мы обговорили. Институт помолвки. Это, если сговор, это договор о намерениях, и это может произойти задолго до того, как дети вырастут, то помолвка, это уже подписание конкретного договора. Вот в этом случае, как раз, если все правильно оформлялось, и она официально переходила под власть мужа, тогда она переходила под власть мужа. А если это, так сказать, по факту, по сроку давности, она сохранялась, по-моему, отец мог вмешиваться. Он ее, как бы, мог защитить от супруга. То есть, зависело от формы брака. Значит, вот дело в том, что, во-первых, не подписывал, что, скажем так, договор мог быть подписан, но мог и не быть подписан. Дело было не в договоре. Здесь слово весело гораздо больше, чем любая договоренность. Поэтому мы не должны себе представлять так, что спонсали, сговор, как ни назовите это, помолвка, что это все какими-то договорами сопровождалось. Подписание брачного контракта, как у нас сейчас принято говорить. Да, его могли подписать, но потом. Он, конечно, юридически обязывал стороны. Но, если сохранял, если существовала устная договоренность, то она тоже значила многое. Значит, потом, что касается власти отца, власти мужа. Значит, во-первых, давайте с этими тремя формами брака разберемся. Когда жена поступала под власть мужа. Значит, первая, самая древняя форма, исключительно для патрицы предусмотренной, это конфориация, так называемая конфориационная. Брак, фар, это полба. Значит, когда происходил вот этот вот обряд, торжественного заключения брака, который не предусматривал развода, кстати говоря. Это один раз и на всю жизнь. Это нечто вроде венчания в церкви. Вот. Приносилась в жертву Юпитеру овца. На кресло с двумя сидениями рядом, близко, садились супруги. Обязательно кресло должно было быть заслано шкурой жертвого животного. Овцы в данном случае. Юпитеру приносили в жертву овцу. И вот здесь-то, в частности, приносилось в жертв вот этот вот полба, вернее, полбяной хлеб. Или пирог. Или пирог, да. Но мы точно не знаем вот этот вот самый хлеб, от того и название произошло. Конфориация. Вот. Эта церемония была торжественнейшая. Здесь обязательно присутствовал Понтифекс Максимус, то есть глава жреческой корпорации Рима. И здесь был Фламен Диалис, то есть жрец Юпитер, верховный жрец Юпитер. Обязательно присутствовал, вот, весталки и разные другие представители жреческой корпорации. Могли быть и множество гостей. Это была торжественнейшая форма брака. И, соответственно, она ко многому обязывала. Да, тут было жертвоприношение. Причем, оба брачующихся должны были происходить из семей, соответственно. Ну, желательно, скажем так. Которые, нет, безусловно, они были равны. Это только для Патриции был предусмотрен брак. И родители тоже должны были пройти, вот, собственно, такую церемонию. Вот. Ну и дальше, как всегда, пир и так далее. Ну, это уже детали. Мы их пока опустим. Следующая форма – это Коэмпцио, Купля. Здесь все было проще. Это было предусмотрено для плебей. Вот если конференция совершалась только в присутствии десяти свидетелей, контрактов, повторяю, не подписывалось. Никаких регистраций, никаких этих книг, метрик, ничего этого не было. Все происходило в устной форме, перед лицом богов, с жертвоприношением. Но при наличии десяти свидетелей. Коэмпцио, Купля, предусматривало наличие пяти свидетелей. Тут же был претер, то есть действующий магистрат, и посредник, который символически стучал медным асом по весам. То есть, это была имитация Купля. Муж покупал себе жену. Ну, что вы думаете, этот обычай, он же существовал потом столетий. Вот в Риме он выходит из обращения, исчезает в первом веке до нашей эры. Все, потом был запрещен августом. А в Европе он существовал потом еще столетия. Вы знаете, что в Англии закон, по которому супруг мог продать жену на рынке, существовал до конца 19-го века. Да. Это действительно имело место в Англии, представьте себе. То есть, традиция очень давняя. И, наконец, последняя, третья форма, которая тоже, кстати, к первому веку до нашей эры выходит из употребления, это узус, так называемый, то есть, пользование. В римском правиле была такая норма узукапио, то есть, пользование, основанное на сроке давности. Короче говоря, если женщина прожила с мужчиной в течение года под одним кровом, они тем фактом, уже самим вот этим фактом считаются мужем и женой. Вот, если женщина этого не хотела, она могла просто на три дня покинуть кровь этого сожителя своего и вернуться к отцу, например, да? То есть, если она три дня и, соответственно, две ночи проводила вне дома, то, соответственно, никакого брака не существовало юридически. Вот эти вот формы существуют до конца республики. Вот тут интересный момент, Дмитрий. Вот мы говорим, законы, обычаи это всё было. Но римляне очень здорово умели обходить закон. Ну, смотрите, был закон, который подкреплялся религиозным запретом. Он запрещал жениться на близких родственницах. Запрещал. То есть, на племяннице, дядя на племяннице не мог жениться. Скажем, там, на двоюродной сестре тоже. И что мы видим? Редко, конечно, но этот закон обходился. Каким образом? Остаётся гадать. Вот, скажем, Титливий пишет о том, что в 171 году до нашей эры один из римских политиков публично признался в том, что... То есть, он об этом говорит публично, он не скрывает, что его отец устроил брак его с его двоюродной сестрой. Вспомним знаменитого триумвира Марка Антония. Значит, из его четырёх браков законных связь с царицей Клеопатрой не считается. По римским законам это не могло быть браком, а всего лишь конкубинатом, то есть сожительством. Так вот, значит, второй брак из четырёх у него был заключён с его двоюродной сестрой Антонией. Ну и, наконец, в имперское время, знаменитый пример, император Клавдий четвёртым браком женился на племяннице Агриппине-младшей. Разница в возрасте у них там была 24 года. То есть, короче говоря, когда очень хотелось, то можно было и обойти. Ну да, если нельзя, но хочется, то можно. Да, римляне вообще формалистами в этом вопросе не были. То есть, они как-то умели обходить. Иногда римлянам приписывают фразу «Да погибнет мир, но свершится правосудие» и говорят, какие они были сухие бездушные формалисты, забывая о том, что эта фраза принадлежит императору Фердинанду и была сказана в XVI веке. Римляне за неё никакой ответственности не несут. Ну да. Интересен был и институт развода, вообще не характерный для древних обществ. То есть, уж если женимшись, то попал. Так это в Риме поэтому и появляется, если верить Аулагеллию, то первый развод был в Риме в 232 году до н.э. То есть, уже более как пять веков Рим, если верить официальной дате его основания, уже существовал. И Корвилий, консуляр, должен был это обставить массой формальности. Он сказал, что разводится из-за бесплодия, а так он свою супругу очень любит. Ну, что там было, конечно, сейчас сказать трудно, но вот зафиксированный развод произошёл только в VI веке уже существования города. Да, совершенно верно. И это запомнили. То есть, это был случай из ряда вон выходящий. Причём, смотрите, из древних авторов мы знаем, что для того, чтобы развестись с женой в архаическое время, нужно было иметь очень веские обстоятельства. То есть, допустим, жена уличена в отравительстве, жена уличена в подмене детей или при любодеянии. Причём, такие авторитеты, как Катон Старший, традиционалист такой махровый домов с костей, он считал, что вообще муж, если он уличил жену при любодеянии, он вправе расправиться с ней сам. То есть, он мог просто её убить. А вот это большой вопрос, потому что, если говорить о Катоне, то его фразу воспринимают иногда напрямую, но Катон выдавал желаемое за действительное. Он вообще очень много произносил речи о том, какие женщины плохие, какие они порочные, что они помыкают мужьями. То есть, это отразило ситуацию, что женщины приобрели гораздо большие права, чем у них были раньше. Жизнь на месте не стояла. То, какими правами... Да, согласен. И это он говорил, что, если это понимать правильно, хорошо бы, если бы, можно было так. Более того, он даже жёстко противопоставлял. Если жена тебя застанет с кем-то, она и пальцем право тебя не имеет перронуть. А вот если ты её имеешь право убить. Ну, таких ситуаций время, когда обычай или там желание вступало в противоречие с законами, возможностями было полно. Да, но это всё-таки было начало II века до н.э. и уже, не бог весть, какая архаика, даже совсем не архаика. Потом там был конкретный повод. 195-й год, дебаты на предмет отмены закона ОПИ. Был такой закон, который был принят за 20 лет до того, в разгар ганнибаловой войны. 215-й год, ганнибалу ворот, можно сказать, да? И был принят закон, который резко ограничивал женскую роскошь. То есть, ну, короче говоря, им запретили носить украшения. Ну, то есть, им там маленький минимум позволили. Да, имелось в виду, что они эти украшения не просто не имеют права носить, естественно, они должны сдать. То есть, в казну. Да, сдать на нужды защиты вечного города. Это как-то забылось, а это воспринималось впоследствии как закон против роскоши. А это был не столько закон против роскоши, сколько граждане-валютчики сдавайте валюту. Да, но денег не было. Ударил ты этот закон по женщинам, значит, золотые украшения раз. Потом пёстрые ткани запретили носить, использовать экипажи. Представляете, 20 лет воздержания. Уже закончилась гнибала война, а женщинам по-прежнему запрещают в силу неотменённого закона носить украшения, пользоваться всеми этими благами. Матроны, нет, ну, кстати, Матроны до поры и до времени молчали, конечно, римские. Но плебейские трибуны, несколько трибунов выступили с инициативой отменить этот закон. Но я так думаю, что их подзуживали жёны, конечно. Да и самим им было приятно, чтобы их жёны выглядели красивее. Я думаю, что трибунов могли, в свою очередь, подговорить сенатора. Конечно, сенаторы при этом не особенно высовывались, но, строго говоря, нетрудно догадаться. И вот тогда, Дмитрий, в этой связи в Риме произошла демонстрация женщин. Первая, наверное, в истории. Демонстрация толпами. Собрались Матроны на форуме, стали требовать, потому что ведь в Римском Сенате возникла оппозиция. Многие традиционалисты, такие как Катон, они требовали оставить закон без изменений. И, в общем, всё оставить как есть. Матроны разгневанные требовали отменить проклятый закон. Вот. Ну, всё-таки своего добились. Римский форум, площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на ней размещался рынок. Позже она включила в себя комиссии, место народных собраний, и курию, место заседания Сената. Это был центр деловой, религиозной и общественной жизни города. Цезарь, Август, Нерва, Сроян построили в Риме форумы, названные их именами. Разводов, конечно, было всё больше и больше. Но, значит, учтите, если жена под властью мужа, то есть если брак заключён одним из этих трёх способов, о которых мы сказали, то жена тут не может ничего, она не может выступить с инициативой развода. Вся инициатива принадлежит мужу. Мужа просто выгоняет. Бери твои вещи и уходи. И всё. Да, был такой случай, когда, кажется, Эмили Павел, победитель Македонии, отец Цепиона Эмилиана, развёлся с женой, и все удивлялись, она такая хорошая, у тебя и красивая, вроде и домовитая, и характер у неё приличный. Тот показал им башмак и сказал, с виду ведь он и хороший, и удобен, и красив, но только я знаю, где он мне жмёт. Ну да. Здорово сказано, на самом деле. То есть, как говорится, что хочу, то и ворачу. И это было так, потому что муж был в своём праве. Единственное, что женщина могла претендовать на то приданное, которое она вносила в семьё. Вот это вот сам по себе интересный вопрос, потому что считалось правилом хорошего тона. То есть, нигде в законе не было прописано, что жена обязательно должна приданное принести. Но без приданницы быть как-то считалось неприличным. Вот. Дос приданное. Но тут ещё надо иметь в виду, что принося приданное, она совершенно не обязана была сливать своё имущество, своё приданное с имуществом мужа. И Марциал, ну это, конечно, уже эпоха империи, когда нравы сильно поменялись, он восхваляет одну даму именно за то, что она передала в общее пользование мужа своё приданное. То есть, это воспринималось как нечто уже подобное подвигу, но сравнивает с героинями греческой древности, которые там погибли вместе с мужьями. И он отчасти, видимо, не без ехидства говорит, что тебе не пришлось залогом любви делать смерти. А вот как бы фактически отдать мужу имущество – это то же самое, что погибнуть в доказательстве любви. К слову сказать, если вспомнить уже новую историю, то в Англии же в судебных делах, сколько угодно таких примеров, когда, или не в судебных делах, а просто в источниках, что жёны просто избивали и мучили жён, добиваясь, чтобы те передали им права на своё имущество, поместье и так далее, чтобы они его могли прокучивать со своими приятелями. Ну и, как правило, конечно, добивались, а женщины в большинстве случаев, даже если бы и подали в суд, скорее всего, проиграли бы. А что касается римских матрон, то вот как раз это был один из поводов для Катона повыступать. Он возмущался тем, что жена может дать мужу взаймы, а потом они разводятся, она его там третирует, переследует и так далее. То есть он тоже тут считал, что муж имеет полное право. Но он так считать-то мог, а на практике было иначе. Да, вот сам по себе, Дмитрий, это очень интересный момент, потому что он касается самой сути, характера римского брака, это сделка. Очень часто женились не по любви, и это считалось нормальным. Считалось нормальным, что жена существует, ну, для мебели, грубо говоря. Женились очень часто в политических целях, в экономических целях. Помпеи, например, пять раз был женат, вот, Цицерон развелся с Теренцией, с которой они состояли в браке около 30 лет. Вот, Теренци дожила до 103 лет, кстати говоря, и женился на юной своей воспитаннице Публили. Кстати говоря, вот еще один пример того, как римляне могли обходить закон. Ведь запрещено было, ну, вернее так, морально осуждалось, когда опекун женится на своей воспитаннице, которая, кстати, очень богатая была. Вот он, чтобы поправить свои финансовые дела, женился на ней, а потом развелся. То есть здесь финансовый момент, он играл большую роль. Потом какие угодно связи могли иметь место на стороне. И это, общественным мнением, кстати, поощрялось и приветствовалось. То есть считалось, само собой разумеется, когда, значит, муж, он римский, патриций, плебей, да неважно, он мужчина. Он может себе позволить иметь связи на стороне. То есть любовь на стороне, в доме, там, хозяйство совместное, дети и прочее. То есть были, конечно, браки по любви, но отношение к браку было вот такое, потребительское. Матреоним Юстом, это была сделка. Тут еще по поводу Приданного надо сказать несколько слов. Отец должен был отдать Приданное в течение трех лет, если у меня память не изменяет. Да, выплатить обязательно, потому что, опять же, он был обязан выплатить. Кроме того, понимаете, само Приданное делилось на две части. Или, скажем так, могло делиться на две части. То есть, значит, было Приданное отцовское, а могло быть привнесенное. То есть какой-нибудь благодетель типа Плиния-младшего, который в одном из писем пишет, что вот для своей воспитанницы, для дочери друга, который не был состоятельным человеком, он сам собрал Приданное 50 тысяч сестерцев, круглая сумма, и ей передал. То есть такие случаи были, когда Приданное делилось на две части. И вот когда жена была во власти мужа, муж имел право пользоваться этим Приданным. То есть он располагал властью и возможностью пользоваться узуфруктом, то есть плодами этого всего. И, собственно говоря, тут его власть была, конечно, всецелой. Вот. Другое дело, что если брак был заключен без того, чтобы жена переходила по власть мужа, а это было возможно когда? Когда женщина была персона суеюрис. То есть она ни в чьей власти не находила. Да, она могла находиться под опекой, а до определенного времени это было неизбежно. Если женщина, то, значит, либо под опекой, либо под властью. Так сказать, терцун нондатор третьего не дано. Другое дело, что эта опека со временем стала символической, и, в принципе, женщины могли и наследовать, и завещание писать, и заниматься предпринимателем. Кстати, мы такие случаи знаем, это отдельный разговор. Вот. И вот если они разводились, то, соответственно, жена забирала полностью всю свою имущество. Я уж не говорю о том, что когда они в браке состояли, их имущество не смешивалось. Классический пример. Знаменитый заговорщик Кателина, неоплатный должник, и его жена арестила, которая была богатейшей дамой. То есть их имущество не смешивалось. Наконец, муж должен был отдать приданное жене после развода. Вернуть вот это вот приданное, он обязан был вернуть. И в этой связи в римской юридической практике колоссальное количество появляется всяких контроверсий судов. У Цицерона значительная часть переписки посвящена вопросу с этим приданным. Денег нет. Вот при всём его богатстве, при наличии 15 имений, когда они стеренцы развелись, стеренцы, разумеется, собираются забрать своё. Кроме того, был ещё такой момент. Значит, в 169 году до нашей эры, помнится, был принят закон, вакония, который существенно ограничил права женщин наследовать имущество. Короче говоря, граждане первого имущества в разряду, самые богатые, не могли вставлять завещание женщин. В принципе, никаких. И это условие ограничивало права наследования. Сама женщина, как она могла передать имущество по наследству? Только если завещанием. И вот уже в имперское время появляется такое послабление женщинам, когда император Август выступил с целым рядом законов, посвящённых и супружеским изменам, и разводам, борьбой. Вот со всеми этими негативными вещами в житейской практике, когда поощрялось. Значит, стало быть, когда у людей было много детей, многодетность поощрялась, и наоборот, всячески ущемлялись права бездетных и холостяков. Вот тогда женщину, которой было не менее трёх детей, она освобождалась от опеки и получала право наследовать и принимать дарения абсолютно неограниченно какими-то, не было рамками. Вот это было право трёх детей, очень-очень серьёзное право. Да, беда только в том, что это правило, как только ввели трёх детей, Август его сам даровал своей женилию, у которых был один ребёнок. И, разумеется, это право направо и налево стало раздаваться людям, у которых не было как раз этих трёх детей. Прежде всего, конечно, значнейшие влиятельные сенаторы. Ну, как обычно. Ну, как обычно. Ну, да, все животные равны, но некоторые же не правны. То есть, это уже касалось, скорее, скажем так, средней части верхушки, если так можно выразить. Кстати, что касается разводов, тут ещё надо одно слово сказать. Достаточно очевидно, что для женщины было идеалом, так сказать, универа, то есть, бывшая замужем один раз. Даже если муж умер, то не только развод, а даже если он просто умер, считалось идеалом, что вот она к браку не стремится больше, а воспитывает детей. Вот, скажем, мать Гракха в Корнелии за это очень плутархом восхваляется, что и к ней в Толемее египетский сватался, она его отвергла. Это, кстати, странным образом напоминает житие святых, когда там к ним святым чуть ли не императоры сватались. Ну, вот, и она полностью посвятила себя детям. Правда, с точки зрения официальной римской идеологии, дети у неё были плохие. Тиберий и Гай Гракхи, братья-политические деятели Древнего Рима, плебейские трибуны. Тиберий Гракх предложил законопроект, ограничивавший пользование государственной землёй. Излишки государственной земли отбирались и небольшими участками передавались бедным гражданам, без права продажи. Тиберий, ложно обвинённый врагами в стремлении к царской власти, был убит во время беспорядков на Капитолии. Его брат Гай восстановил аграрные законы Тиберия, возобновил деятельность аграрной комиссии. Дважды избирался плебейским трибуном. В 121 году до н.э. утратив должность, был убит во время беспорядков на Авентинском холме. Лавина разводов накрыла Римскую империю. Если в эпоху республики развод был делом исключительным, и это никогда не поощрялось и более того осуждалось общественным мнением, в эпоху империи, начиная с какой-то ваханалии. Если мы почитаем Арцала, а тем более Ювенала, его знаменитую шестую сатиру, то возникает какое-то жуткое совершенно ощущение. Правда, тут я сразу должен оговориться, вот то, о чём мы с вами говорим, это в основном касается представителей высших имущих слоёв, потому что о них мы хоть что-то знаем, благодаря нашим письменным источникам. А что касается средних слоёв и бедноты, к сожалению, вся эта история покрыта мраком, потому что мы о них вообще ничего не знаем. Тут любопытно заметить, что императоры, скажем, как-то не особенно разводились. Вот Нерон с Октавией расстался, но Нерон вообще был нехороший человек, и, собственно, и кончил плохо. Он жён убивал. Ну да, проще было. Он, как-то, с ней развёлся, там, по обвинению в прелюбодеянии, конечно, если верить историкам, никто это всерьёз не воспринял, поскольку у неё была добрая репутация, и поверить в то, что она совершила прелюбодеяние было невозможно. Ну вот, но так, в общем и целом, императоры, именно, блюдя традицию, всё-таки были безразводными персонами. Ну вот здесь, Дмитрий, мы снова сталкиваемся с тем же самым. Одно дело практика, другое дело нормы. Есть моральная норма, есть юридическая норма, есть практика. Три вещи. И вот в этом треугольнике вращается вся вот эта семейная брачность. Да, но это император на виду. Тут как-то, в общем, ему труднее было. Обсудив вопрос, вопрос, приданного вопроса развода... Да. Надо как-то подсластить пилюлю. Да, рассказать о первом римском браке. Либо о первом римском браке, либо о том, как организовывался банкет. Нет, прежде всего о первом римском браке, потому что банкет уже потом. Конечно, первый римский брак – это легенда. Он, в отличие от первого революционного брака Каланта и Дубенко, не зафиксирован. А легендарный брак, как известно, состоял в том, что, поскольку Ромал был главарем шайки, то истекались к нему, скажем так, маргинальные элементы, с которыми никто дело иметь не хотел из приличных людей. И он прибег к обычаю, который, хотя это и легенда, но, в общем, он у первобытных народов, и не очень-то и первобытных, зафиксировано. Это как и похищение женщин. Он, согласно легенде, пригласил на игры представителей соседнего племени Сабинин. Они, как положено, явились семьями. И во время, в разгар празднества, Ромал дал сигнал. Римляне стали хватать сабинских женщин, надо полагать, помоложе и покрасивее, подразумевается. А сабинские мужчины, то ли они были безоружны, то ли что, ну, в общем, как-то они в глубоком расстройстве ушли домой и стали готовить войну. Титли в виде они себе описывают целые монументальные войны, которые из-за этого развернулись. И в разгар сражения между сабининами и римлянами, как известно, женщины, которые уже за год успели не только привыкнуть к своим новым мужьям, но и нарожать от них, бросились между сражающимися, показывая своих детей, их разняли, и таким образом Ромал и царь Сабинин с титацией договорились жить вместе и соправительствовать. Правда, впоследствии титацией странным образом как-то умер при невыясненных обстоятельствах. Но, учитывая, что все это легенды, в общем, мучает себя мыслями, что же это были за обстоятельства, не обязательно. Вспоминается, конечно, знаменитая картина Жакола и Давида Сабинянки, где битва происходит на фоне могучих стен Рима, которых тогда даже по легенде не существовало. Это явно, по-моему, новее, но образом Бастилии, потому что даже формы несколько напоминают башню. Ну, вполне возможно. Такое эпическое полотно посещения Сабинянок. Да, но там идея примирения, конечно, учитывая, что это написано где-то было на рубеже XVIII-XIX веков, когда революция отгремела, и эта идея примирения, конечно, витала в воздухе. Ну вот. Ну, а что касается и римлян, ну, наверняка римляне же он похищали, и у них похищали. То есть это обычная первобытная практика. А кроме того, в общем, по... Студентка, комсомол. Да, да, да. Просто красивая. Да, только в более массовом порядке, да. Главным гвоздем программы было то, когда муж приводил жену домой. Здесь, значит, почему это было важно? Тут играл большую роль религиозный аспект. То есть женщина приобщалась к святыням другого рода, понимаете? Это очень важно было для римлян, как для всякого патриархального традиционного народа. Ну да, вот. И это было главное. То есть нужно было эту женщину из её рода перевести, перенести буквально в её новый род, в новую семью, и приобщить к святыням, к ларам, к очагу вот этого нового её жилища. Поэтому в церемонии это был самый-самый основной момент. Всё остальное это... Ну да, но предшествовала этому такая довольно колоритная процедура. Наверняка она не всегда соблюдалась, потому что требования там были довольно многочисленные. Например, невесту должны были сопровождать трое детей, чьи родители были живы. Скажем, чем дальше, тем менее вероятности было, что таких трех детей можно было найти. А ещё и собрать. Ну вот, потому что если Август боролся за то, чтобы рожали, ясно, значит, что рожали мало. Ну это мы забежали вперёд, давайте сначала с какого-то... Давайте перекусим. Нет, я и говорю, да, собственно говоря... Нет, как раз перекус потом. Нет, там было два пира. Один до, собственно, вступления жены в дом мужа, а другой, естественно, после. Всё-таки сначала церемония. Нужно было с утра пойти в храм, и девушка... Всё-таки давайте вспомним, что это была совсем юная особая. По-разному. 12 лет, да, ну если взять в качестве ориентира 12 лет, конечно, так, если судить по данным статистики, более-менее статистики в кавычках, я говорю, да, так, насколько мы можем вообще судить. В Риме девушки выходили замуж между 17 и 23 годами. Вот так. Вот. Потом уже появляется норма, там, Август тот же, да, придумал вот этот вот возраст. Он решил, что от 20 до 50 девушка, женщина должна быть замужем, и всё тут. А вот мужчина от 25 до 60, по-моему. Да, вот он вёл эти рамки. Но, конечно, девушки очень, очень рано выдавались замуж. Даже не выходили. Их выдавали. Потому что решали, как правило, родители. Но, правда, девушка могла заортачиться в каком случае? Если молодой человек был скверного поведения, репутация у него была плохая. Он мод, пьяница, об этом знали все. Тогда она могла отказать. Вот. Она могла, скажем, если отца не было, был опекун, она могла этого опекуна повезти к претеру. А чем ближе к концу республики, тем это было проще. Понимаете? Она могла потребовать заменить опекуна и так далее. То есть, чем дальше, тем больше у девушки, у женщины была свобода в этом плане. Ну вот, короче говоря, с матерью шли они в храм, и там девушка, значит, соответственно, жертву приносила. И тут следовали моления, подобающие случаю. Ну, а на домашнем очаге там жертву ларам, домашним вот этим божествам традиционно приносились жертвы игрушки. То есть, как бы девушка прощалась за своим детством. А детство заканчивалось очень быстро. Ну да. До 12 лет, а ну и там немногим позже, да, но, в принципе, сами понимаете. Вот. После этого ее убирали к свадьбе. То есть, когда был назначен день свадьбы, если все было в порядке, значит, спонсалии произошли, сговор в силе, то теперь назначается день свадьбы. Ну, конечно, все зависело от достатка, от того, насколько знатен отец и будущий супруг. И были очень многолюдные свадьбы, когда сотни были гостей и считалось необходимым почтить знакомого или друга тем, что ты, значит, являешься на свадьбу. Куплини-младший, например, жалуется на то, что у него много в повседневном распорядке таких бездельных дел. То есть, он должен, как свадебный генерал, как богатый, знатный человек, являться на свадьбу. Правда, при этом, что интересно, не гости приносили подарки, как принято у нас, а гостям нужно было подарок сделать за то, что они почтили, что они оказали честь дому и пришли, собственно, в качестве гостей. Поэтому, когда Август принимает закон о том, что расходы на свадебную церемонию ограничивают с какой-то мизерной суммой, тысяча сестерцев, это вообще смешно, это какие-то гроши, никто, конечно, не соблюдал этого. Вот. Ну, Август боролся с роскошью, у него были свои резоны. В общем, короче говоря, невесту убирали к алтарю, как бы мы сейчас сказали, да? Это целый церемониал, да, её причесали очень долго. То есть нужно было предметом в виде загнутого наконечника копья, опять же старинные обычаи какие-то, расчесать на шесть прядей волосы и в виде конуса собрать их на затылке и обязательно шерстью украсить, потому что шерстяные повязки, они играли сакральные значения. Оберег. Оберег от всяких там демонов. Тога из шерсти официально должна быть. Да, значит, надевали на эту девушку туника ректа, то есть длинное белое одеяние, да, опять. А потом уже стол, то есть, собственно, свадебное платье и то, что мы называем фатой, палу, сверху накидку, что интересно. Они были отнюдь не белые, они были ярко-оранжевые, то есть такого кричащего, красного цвета, пламенеющего, поэтому называлось это палу, фламеум. То, чем, значит, невеста себя закрывала, голову покрывала, фламеум. То есть, представляете, она вся такая была оранжево-оранжево-красная какая-то и такие же туфли. Обычные несвадебные тоги представляли собой длинные белые плащи без рукавов, служившие верхней одеждой полноправных граждан Древнем Риме. Тога представляла собой кусок шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг тела. У высших должностных лиц тогу украшала пурпурная кайма, у сенаторов широкая, а у всадников узкая. Лицам, не имевшим статуса граждан, не позволялось носить тогу. С наступлением темноты самое главное – факельное шествие. Значит, факелы сосны, обязательно все присутствующие брали эти сосновые факелы, обязательно флейтиисты были, конечно, все это по звуке флейты двигалось. Самое интересное, значит, кто сопровождал невесту? Три мальчика, значит, желательно, чтобы родители были живы. Опять же, из соображений сглаза, да, чтобы не было сглаза. И вот, значит, два мальчика вели невесту под руки, а впереди третий мальчик нес факел из боярышника, ну или термомника, там по-разному называют. Вот, окуривая ее, как бы, и отгоняя тем самым, опять же, нечистую силу. Да, и вот этот треугольничек, он двигался, значит, тут и крики, таласио, таласио, геменей, там и прочее, поздравления. Значит, двигается вся эта компания, вот, и, значит, орехами посыпают, да. А орехи, судя по всему, это символ плодовитости, вот, хотя и были другие объяснения, например, вот, якобы жених должен был первый бросить горсть орехов, будто бы он, как бы, прощался со своим в детстве таким образом. Ну, если учесть, что он к этому времени уже мог быть в возрасте, да, вспомним того же Гортензия, который был около 60, он молодой совсем, марцей, женился там, ну, в общем, были разные примеры. И вот, когда уже это шествие приближалось к цели путешествия, то есть к дому жениха, супруга уже практически, вот тогда самый интересный обряд, значит, новобрачная, вот эта вот молодая, или совсем молоденькая девочка, она должна была дверные косяки увить шерстью и намазать маслом и салом, волчьим, как правило, волчьим салом, вот, опять же, вот из тех же самых соображений, и с одной стороны, значит, нечистую силу отгонять, а с другой стороны, сообщить плодовитость и благополучие, процветание этому дому. И вот она не должна была перешагнуть через порог, вернее, так, зацепить за порог, её переносили, потому что это считалось очень плохим признаком, приметой, плохой приметой, если она спотыкалась, она не должна была вообще идти ногами, её поднимали, значит, там, друзья жениха, вот, её должны были перенести, вот отсюда этот обряд, когда невесту поднимают на руки, да, ну, у нас это жених, а вот там, значит, друзья жениха должны были это сделать, перенести. И ещё одно слово, вот, по поводу этого возгласа Таласию, конечно, никто не знает, откуда он взялся, но у римлян была легенда, что во время похищения Сабинянок, вот, одну особенно видную девицу, когда понесли, или женщину, уже там же, не только девиц брали, но и женщину, у Сабинина, чтобы другие римляне её не отняли, то те, кто её несли, они кричали Таласию, а это будто бы был один из подвижников Ромула, ни по каким другим рассказам неизвестный. Есть такая история, что когда Помпей, ещё молодой совсем, попал под суд, его там пытались, с ним какие-то деньги взыскать ещё его отцом, невыплаченные, он выиграл процесс, а присутствовшие знали, что он вот-вот должен жениться на дочери судьи, разбиравшего его дело. И когда объявили оправдательный приговор, то Острословы из толпы закричали Таласию, Таласию, означает, что ну, а теперь, как говорится, перком за свадебку. Ну, он и женился на дочери этого Антистия, правда, потом случилась неприятность, Антистий был убит, а когда пришёл к власти уже Сулу, то он велел ему развестись с Антистией и выдал замуж за него свою падчерицу. Антистия как бы, да, причём по очереди-то умерла от родов, а Антистия так и осталась, бедная брошина. Если вернуться к нашей процедуре, значит, вносили молодую в дом, и вот тут её встречал супруг. Ну, уже супруг, да, будем говорить, не жених, а супруг с водой и огнём. То есть это символ очага. Ну, что там у него был? Факел, наверное, факел и вода в каком виде, ну, кубок с водой, наверное, может быть, мы не знаем точно. В каком виде это было? В какой-то ёмкости, да, в посуде. И вот это было очень важно. То есть он передавал символически огонь и воду своей жене, она становилась хозяйкой, она становилась матерфамилес, она становилась матроной, очень уважаемой. Вот здесь парадокс. При том, что в течение веков у римской женщины не было ни гражданских прав, то есть она ни голосовать, ни избираться не могла, ни экономических каких-то прав, долг, очень долго не было. При всём при этом римская матрона, добродетельная, которую уважали друзья мужа и вообще все те, кто её знал, сограждане, она пользовалась колоссальным авторитетом. К ней нельзя было прикоснуться пальцем, коснуться не то, что там ударить. Боже мой, у нас в России тысячи женщин в год гибнуты из-за домашнего насилия. В Риме это были исключительные случаи. И историк Тацик пишет о том, о дикой ситуации, когда претер, там, при Тиберии, помнится, поссорившись с женой, выбросил её в окно. Вы думаете, его судили? С ним разобрались по-свойски. Семье, то есть его собственная бабка, прислала ему кинжалы, и он покончил с собой после этого. Понимаете? То есть, ну, в общем, были другие нравы. Ну, а после этого самое интересное, то есть, собственно, первая брачная ночь. Что любопытно, брачная ложа ставилась на всеобщее обозрение. То есть, в центре, в Атрии, в центре дома. Ну, конечно, досужих всяких наблюдателей прогоняли. Не должно им было на это смотреть. Вот. И эта ложа, она так и стояла в Атрии, представляете? То есть, когда гости приходили, они видели, прежде всего, кого? Матрону, которая с дочерьми, представим себе такую идеальную картинку, да? Сидит, придёт шерсть. Это же считалось главной добродетелью римской женщины. До Меседа Этланифера. То есть, сидящая дома и придущая шерсть. Не на форуме, не в театре, хотя могла посещать и театры, и в цирк ходить. С разрешением, правда. Один римлянин развёлся со своей женой после того, как она без разрешения пошла в театр, по-моему. Вот. Значит, должна была сидеть дома, прячь шерсть. И вот тут же стояла прялка, тут же стояло веретено, тут же было брачное ложе роскошно убранное. И здесь хозяйка римской Матроны встречала гостей. Собственно говоря, на этом всё и заканчивалось. Правда, на следующий день, после этой ночи, первой брачной ночи, следовало угощение, которое устраивала уже молодая жена в доме своего супруга. То есть, первое угощение было там, второе здесь. Собирались опять все гости. И вот теперь она уже в положении Матроны встречала гостей. Уже как хозяйка. Ну, и по большому счёту всё. А дальше, да, значит, пока совершались вот эти все процедуры, родственники оговаривали условия приданного. Опять же, если вернуться к приданному, и если было необходимо, они подписывали договор. Могли обойтись и без договора, но если считалось необходимым, они подписывали договор, где всё было прописано. Значит, совместное владение, раздельное владение имуществом, где отцовское приданное, где превходящее, если оно было, то все эти вопросы утрясались. Римляне, как знают, так и право, они были большие формалисты. Но это их не спасало, повторяю, от разных юридических споров, от судов. Кстати, некоторые римские женщины проявили склонность к сутяжничеству просто потрясающе. Мы знаем такие примеры. Одна дама, значит, мало того, что постоянно возбуждала дела, иски, она и сама защищалась в суде. Это был из ряда, вон, выходящий случай. В принципе, женщина могла при определенных обстоятельствах свидетельствовать в суде, это было, правда, очень редко. Ну, вот как Симпрония, сестра Гракова, например. Но там дело шло о самозванц, который выдавал себя за её племянника, она его обличила. Вот. А в имперское время мы знаем несколько случаев, когда женщины сами себя защищали в Сенате. Но это уже крайность была. Ну, и это уже другая тема. Для Афин случаи совершенно немыслимы. Кстати, насчёт прялки и веретена, то при свадебном обряде их тоже вручали как символ её основных занятий, потому что предыдущий Матрон действительно... Ну, да. Кстати говоря, Октавиан хвастался тем, что носит на себе одежду, которую его домашняя, так сказать, дама ему выткали. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok